Спасибо, Вадим, за очень интересный рассказ. На самом деле, Вы обозначили основные тренды, может быть, какие-то интересы, которые наиболее волнуют Банк России. В принципе, наша сегодняшняя дискуссия, надеюсь, выявит те интересы, которые наиболее близки к банковскому сообществу и к Центральному банку как регулятору. По крайней мере, это было одной из основных целей собрать сегодня этот круглый стол. Я бы хотел передать слово Алексею Архипову, представителю Киви, директору по криптотехнологиям. На самом деле, Алексей активный участник всех процессов, которые происходят в области финтех. Я активно участвую во всех проектах, вот, угроменал Владимир Мастерчейн, другие проекты, все, что связано с блокчейном. Естественно, первый человек, о котором вспоминается, это ИСЕЙ. И, пожалуйста, спасибо большое. Одно слово. Я, на самом деле, хотел сказать про то, как, мне кажется, технология могут изменить банковские продукты в будущем. Ну и, соответственно, наверное, как-то рассказать, тема института приезда, как Владимир попросил в предыдущем выступлении. Но я хотел бы, как там вообще основные тренды, как они мне кажутся интересными. И, конечно, для меня самый важный и самый нужный тренд, как мне кажется, сейчас для будущего продукта в банках, это удаленность. Потому что удаленная идентификация, потому что удаленный обзорный услуг. Потому что, конечно, это будет сейчас неправильно, когда можно будет делать все услуги удаленно, когда нужно будет выбирать легко, онлайн, какую-то услугу. Будешь сейчас получить от кого, это будет реальная конкуренция, какие-то коррекции реальные маркетплейсы, возможно, этих услуг. Вот это очень важно, наверное, больше степени такой гигиенический фактор для рынка, который бы позволил просто хорошо развиваться. Второй очень важный тренд, который называется, это санификация услуг. Здесь будет все использоваться, и машинберлинг, и более качественное умение банками осуществлять маркетинговую деятельность, и конкуренция, которая тогда возникнет, если услуги будут достаться удаленно, то требуется больше усилий предпринимать, в том числе онлайн, для того, чтобы клиента завоевать. Поэтому санификация, то есть мы, наверное, с вами в ближайшем будущем начнем получать персональные услуги. Не в том виде, как это сейчас сделано, персональные предложения только для вас, но в самом деле оно сделано для всех клиентов. Если вы там сегменты какого-то очень крупного, а действительно при санифицировании услуги, в принципе, учитывая какой-то ваш персональный профиль того, что было бы наиболее оптимальное сочтение финансов именно вам предложить на данный момент времени. Услуги без человека, я думаю, что существенная часть услуга сейчас делается с людьми. Она будет заменена на действительно хитроорганизированные услуги на нейросети в ближайшем будущем. Это будет прообраз искусственного интеллекта в более дальнейшем будущем. Но то, чем я занимаюсь, чтобы мне оно было интересно, это, конечно, превращение банков в платформы. И в этом смысле я рассматриваю появление реестров и технологии блокчейн как появление технологического ответа на то, как распределенные финансовые системы могут существовать. Потому что до этого этого технологического ответа не было. А по сути биткоин, криптовалюты, все, что получают на профс-фронт, они как бы челленджуют в маркетский сектор. Они говорят, что, смотрите, может быть по-другому. Не обязательно все должно быть вертикально, как это регулировано, могут быть какие-то распределенные системы и прочее. Пока это просто челлендж. То есть существенная доля в экономике, существенного количества реализованных массовых продуктов, мотороззывающих езды, промышлений, пока нет. Но этот технологический ответ получен. И понятно, как это может функционировать. Мне кажется, это очень ценно, потому что, наверное, первые самолеты, когда-то тоже плохо летали. И не летало, очевидно. Но, по крайней мере, понятен путь, как это технологически может быть сделано. И, конечно, трансформация. И, кстати, вот опытная пипа, которая говорит, это, в общем-то, тоже тренд, как бы, превращение банковой платформы, когда часть продуктов, или вообще все продукты, которые представляют как этот банк, на самом деле могут быть создаваться другими организациями, которые, на самом деле, просто используют API этого банка. И вот, в сожалению, того, как это отразится на нас и на продуктах, если банки действительно этот путь превращения платформы преодолеют, или появятся какие-то другие платформы, которые сейчас существуют, не банки, а просто какие-то платформы появятся. В этом случае, конечно, нам и клиентам мы сможем определить на большее услуги, чем сейчас, потому что открытая платформа, API и инфиденция между теми, кто делает заведенные продукты, позволят, конечно, сейчас полностью полностью в качестве. Вот. И я думаю, что будет появляться очень много таких продуктов, каких-то меньшевых, которые сейчас банки просто не в состоянии себе позволить создать, потому что у них нет ресурсов и фокуса на это нет, потому что они ориентированы на то, чтобы создавать продукты для массового сегмента, для массового какого-то сектора, и не могут сделать какой-то меньшевой за всем продукт. А в этой платформе, то есть возможность самим зарабатывать продукты для клиентов, банками, какими-то стартапами, не стартапами, а просто компаниями, позволит, конечно, создать огромное количество очень интересных и живых финансовых продуктов, и мне бы, конечно, хотелось бы это увидеть, потому что, мне кажется, это будет интересно всем, в частности, клиентам. Вот. В целом, я так вижу процесс трансформации сектора, вы получили в части распределённых реестров. Я понял. Спасибо большое, Алексей. У меня, может быть, такой вопрос. Всё-таки вы поняли, что есть проблемы с распределённым реестром. В принципе, мы знаем о консорциуме, Р-3, какие-то члены консорциума покидают, может быть, в связи с какими-то сложностями, с какими-то падает объёмом финансирования в последние месяцы, может быть, это просто какой-то сезонный эффект, может быть, что-то ещё. Но вот скажите, насколько вообще блокчейн и распределённый реестр можно воспринимать как такую технологию, которая перевернёт всё, как говорят в втором интернете и так далее, насколько это перевернёт банковский сектор и остальные сектора. Ну, в первой части вопроса, касается, конечно, о три других организаций, мне кажется, перспективным, очень перспективным подход введение взаимодействия регистров через банковские объединения, потому что все другие подходы, они очень будут длительные и сложные, и в том числе, это ощущение любви. Но мне этот подход кажется очень перспективным, и проблемы, мне кажется, локальные, потому что пока альтернативы R3 в то же время именно банковских объединений, где банки будут заодно-правно объединять, чтобы протестировать блокчейн, на глобальном уровне нет. Есть российский аналог, ну, есть другие группы, на английском, японский, но такого глобального просто отразимы нет. Есть гиперлэдер, но не для, она больше технологическая такая платформа, чем объединение именно банков и последствия проведения транзакций. А мы это подходы к каждой перспективе, мне кажется, что он тем не менее, который именно банк состоится. В части того, поменяют ли это как-то мундаментально технологии и жизни. Здесь есть риск завышенных ожиданий. Например, в части Big Dark, которые очень завышенные ожидания, все говорят, что это все на свете поменяют. А потом, когда-то похоронили, тем не менее, появились действительно уникальные продукты, которые раньше не могли появиться. Ну, призма, например. Или какие-то еще вещи. И они как бы прошли уже вроде как не в этом тренде. На самом деле, это то же самое. Поэтому, если формировать слишком дорожные ожидания, они, конечно, не сбудутся. Если говорить о том, что технологически найден ответ, как превратить банк в платформу, и что это существо поменяет рынок, ну, мне кажется, это существо поменяет рынок. Спасибо, Алексей. У нас, к сожалению, некоторые участники в связи со сдвигом во времени вынуждены будут нас раньше покинуть. Поэтому я хотел сейчас немножко переключиться, может, не совсем по плану, и обсудить. Алексей, в частности, упомянул, что банков не хватает возможности, ресурсов, реализовать все. Поэтому активно будут развиваться платформы, в том числе, вот, Вадим Карлоков поменал про ИДИ. Поэтому хотелось узнать, вот на эти платформы могут приходить, в том числе, возможно, стартапы. И какова вообще, может быть, судьба стартапов в России? Потому что она, существенно, мне кажется, отличается от судьбы стартапов в мире. И об этом я хотел бы спросить, неожиданно, с другой стороны вам известного, Антона Роналута, который в основном, конечно, известен, как человек, который возглавляет ресурс банкиров, и браво участкам интервью, присутствующих здесь. Но... Но...